Анастасия Валтышева А ваша сестра та самая олимпийская чемпионка Джессика Лонг? Да Которую в детстве назвали Таней? Да Итак, настоящая история Джессики Лонг, Тани Кирилловой в прямом эфире Накануне лондонской паралимпиады в прессе появилась сенсационная новость Американская чемпионка по плаванию Джессика Лонг хочет найти свою русскую семью В Лондоне Джессика Лонг завоевала пять золотых медалей А в 2006 году она установила сразу 18 мировых рекордов 15 из которых не побиты до сих пор 20 лет назад мать будущей чемпионки Наталья Кириллова оставила Танечку Так при рождении назвали Джессику в роддоме В 13 месяцев ее усыновила американская пара Стивен и Элизабет Лонг Так Таня превратилась в Джессику и уехала за океан С большим трудом нам удалось отыскать русских родственников чемпионки За тысячи километров от Москвы в маленькой деревушке Тэйм мы нашли русскую семью Джессики Настя, вы сказали, что знали, что у вас есть сестра Вот впервые, когда вы об этом услышали от мамы Сколько вам было лет? Ну это было где-то 8 или 9 лет 8-9 лет? Ну такой уже сознательный человечек Да Ну как-то вот так у нас зашел разговор И мама просто вот так вот мне вот рассказала Ну я очень удивилась Она мне, мама говорила, что она очень красивенькая была Даже сказала, говорит, красивее тебя Я, конечно же, обиделась, что так вот А вы спросили наверняка ведь у мамы Мама, почему ты оставила ее в роддоме? Да, я спросила Что ответила мама? У нее просто... Она инвалид была, у нее ножки Я уже не помню, как она сказала Ножки у нее, она так как сказала, что у нее как-то вот наоборот у нее что-то было Вот я помню вот так Врачи сказали, что девочка никогда не сможет ходить, поскольку у нее нет берцовых костей и костей стоп Да Мама переживала сильно? Вот когда вы с ней разговаривали? Когда я заводила вот эту тему о Тане Она говорила, что, говорит, Настя, я не хочу говорить об этом, мне тяжело И как-то больше я не задавалась вообще вопросами Но я всегда думала, ну никак не всегда, но редко думала о ней Может, все-таки, когда вырасту, стану уже на ноги, уже начну, ну как, работать Может быть, я ее найду А вы знали, где находится ваша сестра? Нет, не знала Я не знала, что она чемпионка, я узнала это вот на днях Я не знала, что она чемпионка, что она вот Вы помните, как вы это узнали? Вот самый первый момент Я на учебе Мне звонит мама Говорит Настя Ты можешь сказать номер своего паспорта? Я Зачем, мам? Срочно нужен? Я, конечно, побеспокоилась, что там может случилось Но она спокойным голосом это все говорила Я не находила себе места Почему? Зачем? Потому что так неожиданно она позвонила таким еще голосом Потом я все-таки позвонила, говорю, мама, скажи, я не могу уже Меня все трясет, почему, зачем тебе номер, серия моего паспорта и полис Она сказала, Настя, мы вылетаем завтра в Москву В 7 утра Нашлась Таня Все У меня тут слезы Я хочу пригласить в студию человека, который сообщил вашей маме Который нашел вашу семью Пришел к вам в гости И показал вашей маме ее дочь А вам вашу сестру Наш корреспондент Виктория Петрова Вик Здравствуйте Сколько времени потребовалось на то, чтобы найти эту семью и этот дом? На самом деле времени очень много, наверное, около полугода Я вела переговоры с кем только и с роддомом, и с людьми, которые могли что-то на местности помочь Все без результата, наверное, как и большинство телевизионных каналов, большинство газет, где я видела эти объявления Но вот один человек мне, в принципе, помог в справках И я взяла, собрала эти все справки, выписки из роддома Села на самолет и, соответственно, поехала в Братск Поехала в Иркутск Проехалась по деревням и нашла замечательную Настю А сейчас мы видим как раз справку, которая дана Которая дана Которая дана В роддоме, да, если я не ошибаюсь? Да, это справка дана в роддоме Эта справка рассказывает о том, что наша мама Наталья Павловна Кириллова Сейчас уже в Алтышево Она отказывается от Танечки И вот, в принципе, это было, когда я увидела на самом деле впервые Наташу, маму Танину Когда я сказала ей, что это Джессика и показала это видео Она впервые при мне увидела это видео Давайте посмотрим, как это было Я надеюсь, у нас сейчас есть возможность увидеть тот самый момент Когда вы показали ей, как она отреагировала Я хочу отметить, что вот эту справку Ее видят сейчас впервые Это единственный официальный документ, подтверждающий то, что Джессика Лонг Раньше ее звали Таня Кириллова Является дочерью Натальи Кириллова И действительно, что Наталья Кириллова оставила свою дочь в роддоме А потом девочку перевели в дом ребенка Вик, долго добирались до этого дома? Очень долго добиралась Добиралась буквально, вот если говорить шутку на оленях То есть местность находится очень глубоко в тайге Я добиралась до Иркутска, потом на самолете до Братска Из Братска добиралась на машине, на перекладных На самом деле, было очень затруднено поиски тем, что семья переехала из Тенхоби Это другой поселок абсолютно, куда ходит паром раз в две недели Сейчас город официально закрыт, его не существует на карте И поэтому, когда семья переселилась в другой населенный пункт Я вот узнала об этом, случайно приехала И вот мы специально поехали в соседнее село с мамой, с Натальей Что мы сейчас видим, в принципе, на экране И на флешке я показала ей сюжет Почему в соседней деревне? Потому что они вот живут в таких условиях, что у них нет света И поэтому пришлось ехать в соседнее село Тогда было отключение Ну, в принципе, вот, да, это вот быт У них прекрасный дом, я хочу сказать, в плане вот хозяйства У них и две свинки И кошки, собачки То есть они, мама полностью с утра до ночи ведет хозяйство Дома еще у нее, вот у Насти есть брат и сестричка еще дома Поэтому, в принципе, некогда следить за новостями Некогда заходить в интернет И поэтому семья, может быть, так и не знала о Джессике В принципе, и я думаю, я была единственным тем, можно сказать, лучиком Который рассказал о том, кто такая Можно как раз я хочу у Насти спросить о вашей семье О братьях и сестрах Это двойняшки, брат и сестра, да? Да И, насколько мы знаем, сестра, она больна, да? Она не больна, просто инвалид Все это получилось при рождении И ваша мама, она оставила ее? Да И не было попытки и искушения оставить в роддоме? Нет, нет Мама даже не раздумывала на улице? То есть из той истории, истории Стани, она сделала вывод, вынесла урок Я хочу пригласить в студию еще одного журналиста Николая Роганов Именно ему Джессика Лонг дала эксклюзивное интервью во время паралимпийских игр в Лондоне Здравствуйте, Николай Здравствуйте Почему вы решили взять интервью у Джессики? Ну, мне коллеги рассказали историю ее И, конечно, эта история, она настолько потрясла меня и все мое руководство в газете, что я рванул в бассейн олимпийский Рванули и Что вам сказала Джессика? Относительно своей истории российской вы имеете в виду? Совершенно верно, да Она сказала, что ей очень хочется приехать в Россию, потому что ей хочется поговорить с мамой И все вот так спокойно? Просто хочется приехать в Россию и поговорить с мамой? Ей хочется ее увидеть, потому что она понимает, что американские родители не родные Когда она была еще подростком, такого желания не было, может быть, какая-то обида внутри жила А сейчас ей хочется приехать и рассказать о своих успехах, потому что она подозревает, что мама может не знать об этом А как она представляет свою семью русскую? Она что-нибудь об этом говорила? Она знает про русскую семью ровно две вещи То, что мама отдала ее в детский дом, когда ей было 16 лет, маме И то, что они жили в Иркутске Вот на тот момент Какие-то слова русские она знает? До свидания И все? И все Особенно меня потрясло в этой истории то, что Джессика очень хорошо настроена по отношению к своей маме Я так понимаю, может быть, я разговаривал с ней всего там 7,5 минут в Мигзоне Насколько я понимаю, она хочет сюда приехать, чтобы сказать, что не обижается на свою маму И то, что она все сделала правильно Потому что в 16 лет, в начале 90-х, очень трудно было поднять такого ребенка А она говорит, что сейчас у меня прекрасная семья Я очень люблю там папу, маму, своих братьев, сестер, вот настоящих О том, как это было, о том, как Таню забирали из роддома, мы поговорим Итак, в прямом эфире настоящая история Джессики Лонг В нашей программе подлинные документы, подтверждающие родство Джессики с русской семьей Исповедь ее родного отца и ответ самой Джессики Готова ли она увидеться со своими русскими родственниками? Сегодня в прямом эфире настоящая история Джессики Лонг В нашей программе подлинные документы, подтверждающие родство Джессики с русской семьей Исповедь ее родного отца и ответ самой Джессики Готова ли она увидеться со своими русскими родственниками? Накануне Лондонской паралимпиады в прессе появилась сенсационная новость Американская чемпионка по плаванию Джессика Лонг хочет найти свою русскую семью В Лондоне она завоевала пять золотых медалей и установила два мировых рекорда На трибуне за Джессику радовались отец Стивен и сестры Анны и Грейс А в этот момент в маленькой деревушке Тэмь родная мать чемпионки Наталья Кириллова От нашего корреспондента впервые узнала, что Джессика Лонг ее дочь Та самая маленькая Танечка, от которой 20 лет назад Наталья отказалась в роддоме Она смотрела и не верила, что эта красивая девушка с потрясающей улыбкой Прославленная чемпионка, гордость Америки ее родная дочь И вспоминала тот день, когда видела ее в первый и последний раз Врачи роддома города Братска сказали, что девочка родилась с тяжелой патологией У нее не было берцовых костей и костей стопы Женщина не понимала, как в сибирской глубинке, в суровых условиях, эта малышка сможет выжить И сказала себе, я сделаю так, как скажет мой муж Я хочу пригласить в студию отца Джессики Лонг, Олега Валтышева Здравствуйте, Олег Евгеньевич, присаживайтесь, пожалуйста Олег Евгеньевич, что вы тогда сказали жене? Ну, что я сказал? Ну, я не мог ничего такого сказать, потому что я не был готов к этому Что я сам был сильно потрясен этим Но для вас то, что родился ребенок, инвалид, это ведь тоже было ударом Да Как вы вместе с Наташей это переживали? Ну, конечно, плохо Сколько на тот момент Наташи было лет? Было ей 18 лет 18 лет? Да Совсем? Девочка, а вам? 17 Сколько? 17 17? 17 Непростое было решение Что говорили врачи в роддоме? Ну, как бы мне не хотелось бы что-то говорить плохо про врачей Просто, что мне сказали Деформация голени и ступни Вы молодые Так и так, что Типа Вы видели Таню в роддоме? Конечно Вы ходили, смотрели Конечно Было желание забрать девочку? Почему в последний момент все-таки решили отказаться? Ну, я не знаю Как это даже сказать? Скажите, как было? Ну, как сказать Что можно сказать по этому поводу? Никай, можно мешать? Да, пожалуйста Я считаю, что Здесь на самом деле Мы их пытаем Они были слишком юны Молоды Сибирская глубинка И вот Ну, что с ним взять, да? Тем более условия жизни У меня дочка Точно такая же У меня шестеро детей Вот моя девочка Единственная дочка Да, пять мальчиков Она тоже Мы ее лечили в Америке Потому что здесь Это было нереально невозможно Сейчас у нее трое детей Прекрасный муж Она ездит У нее тоже с ногами была проблема Ездит сама за рулем Лазает по деревьям Катается на велосипеде Прекрасная мамочка Шикарный специалист Я просто хочу сказать Что это был промысел Божий И вашим Вашими устами Сказал Бог Если бы вы тогда ее не отдали У нее бы здесь не было Той судьбы Которая ей предназначена Богом Поэтому вы себя не корите Вы сделали абсолютно правильно Потому что На самом деле Она сегодня чемпионка И она ваша дочь И я уверен Как христианка Она вас давно простила И очень любит И верю Что вы обязательно С ней встретите Вы знаете Вы знаете на самом деле Никто здесь не пытается Обвинить в чем-либо Олега Или семью Мы все Все прекрасно понимаем Мы жили в этой стране В 90-х годах И знаем Как здесь было Ни в коем случае Но на самом деле Эта история Невероятна Для всех нас И здесь Живущих в России И там В Америке Олег Евгеньевич Что вы почувствовали Когда узнали Мы видели Как Наталья Со слезами Смотрела На Победы Джессики Как вы Ну конечно Я узнал Я Был просто в шоке Я не знал Конечно Сейчас И радость И гордость И немножечко Печаль Что не он Воспитал Но Вы не вините себя Господь вас Простил за то Что вы отдали Ребенка Вы понимаете Посмотрите На своего Ребенка Вы сейчас Гордитесь Что она стала У вас бы она Такой не стала Михаил Можно Да пожалуйста Спасибо Я бы хотела Задать вопрос Журналистам Кто вас Просил Просил Залазить в душ Людей Которые вас Об этом не просили Какую цель Вы преследовали Хотели уничтожить Мать У которой сейчас Дочка Я могу вам ответить Очень простой вопрос Вопрос очень понятный Ответ Очень простой Это хотела Сама Джессика Повезло Что Джессика Узнал эту историю И проявила толерантность Она воспитанная девочка А если бы Эта девочка сказала Передайте моим родителям Другие слова Вы что преследовали Вы без спроса Влезли В две семьи Вы знаете была очень интересная Такая ситуация Вам интересно А сейчас мать Сидит возле экрана Николай У вас есть ответ на этот вопрос Свет Вопрос понятен Ну ответ очень простой Вот посмотрите Сколько здесь людей Всем эта история интересна Ребята А мне кажется А мне очень нравится Вся эта история Потому что мы Последнее время Бесконечно смотрим Ужасы Как русских детей Убивают за границей И мы действительно Добились соглашения С Соединенными Штатами О том что можно Наблюдать за нашими детьми Но вот есть Оказывается и счастливые случаи И какое счастье Что это все обнаружилось И мы можем показать Счастливую судьбу И сделано это было По просьбе самой Джесси Килон Которая объявила О том что она Хочет увидеть И познакомиться Со своей русской семьей Правильно Вначале ей предложили Сознание И может быть мы еще Обратим внимание На состояние Людей с ограниченными Возможностями В своей стране Поймите Это счастливая история Но вот я присутствовал Пару раз на передаче Где говорили Вот там Американские родители Там Избили Убили Там унизили Там 20 детей Это страшная история Кошмарная история Но поймите 20 на 20 тысяч Усыновляемых Ежегодно Это меньше Погрешности Я вам скажу Одну простую вещь У нас Тысячи Десятки тысяч Ежедневно Подвергаются Унижению И насилию И мы закрываем На это глаза Я не хочу Чтобы мы были Фарисеями Давайте вернемся К нашей истории Юрий Котельников В нашей студии Друг семьи Молодой человек Настя Юр Присаживайтесь Пожалуйста Вы знаете Как семья Переживает Эту историю Вы видите Это со стороны Расскажите Да безусловно Я это все вижу Я находился Рядом с Настей В тот момент Когда мама Ей позвонила Конечно Настя сначала Вообще ничего не поняла Что случилось Вообще И почему Она ей звонит Потом я узнал Мне Настя сама Рассказала Что у меня есть Сестра Олимпийская чемпионка Я вообще словам Сначала этим не поверю Я как-то мимо ушей Это пропустил Как бы Ну Такие ситуации Вообще Я только в кино Видел в своей жизни Если честно Для меня это вообще Ну и вот Она мне рассказала Сказала Что мы как бы В Москву летим Все Я Конечно Поначалу Мне было страшно Ее отпускать туда Ну как вот Моя девушка Полетит туда Вот так вот Они полетели Все Ну Я хотел сказать о том Что Я эту семью Недавно Конечно знаю Всего год Я люблю Настю Я конечно Семью Это очень полюбил Расскажите Расскажите об этой семье Я вот хочу Хочу Как раз Рассказать Это Что Очень Очень добрая мама Очень добрая Понимающий отец Справедливый Мама Работящая Папа Работящий И как раз Я хотел бы Вот Товарищ корреспондент Сказал Что В те времена Было очень сложно Вырасти Такого ребенка Действительно Было сложно Я не по наслышке Это знаю И по своей семье Я Меня мама Одного воспитывала Вообще И то Было сложно Она мне рассказывала Что Продуктов вообще Не было И денег Не было Выдавали Зарплату Маслом Макаронами Это и то Если повезет Как бы Очень сложно было И Поэтому Как бы Я думаю Можно понять Почему Произошла такая ситуация Вот так вот Спасибо большое Юр Да Таня Я Я хотела бы сказать В первую очередь Что не суди И не судим будешь И какое счастье Что здесь сидит Вот Спасибо вам огромное Правда Журналистке Которая нашла в себе Силы Желания Она приехала В эту семью Нашла ее И сегодня Для нас Для всего мира Это показатель Того Что как бывает На самом деле Какие бывают Ведь Суть еще не в том Что они Не только усыновили Эту Удочерили девочку А какую любовь Они привили ей И уважение К своей семье Они никогда не скрывали Что она приемный ребенок Она росла С крестьянскими понятиями И сегодня Она захотела Сказать матери Мамочка Я люблю тебя И я нисколько На тебя не обижаюсь Это действительно Вот Нам показывают Очень часто Американские истории Какие они жестокие Да А На моем Вот я первый раз Вижу действительно Такую вот Историю Золушки Джессику Хорошо помнят Воспитатели Дома ребенка Ольга Дементьева И Ольга Милюткина В нашей студии Мы сейчас Как раз Видим Здание Детского дома Где росла Таня А вернее Теперь уже Джессика Расскажите пожалуйста Что это Был за ребенок Ну Танечка Поступила к нам В июле 92 года Девочка Лучик света Ее все Все любили И воспитатели И нянечки И доктора Никто не разрешал Ей вставать На ножки Она сама Пыталась Все это делать Ну Мы ходили На работу На праздник А скажите пожалуйста Родителей Я имею ввиду Американских Вы видели Да Вот в эти годы Было очень много Детей из Братска Привезли И 92-93 год А главным врачом У нас тогда была Генич Добазавельевна Она очень-очень Любила детей И всегда же Помещали фотографии Детей Вот И Стивен И Элизабет Лонг Они увидели Увидели эту Танечку Как они потом Рассказали И влюбились в нее Получилось А когда вы увидели Этих родителей Приехал только Стивен К нам К дом ребенка Я Ну мы работаем По скользящему графику Посменно Получилось так Что когда он пришел И увидел Танечку Он потом говорил Что она ему очень понравилась Меня не было Мы сейчас как раз Видим Стивена И его супруга на экране Да А я была Моя была смена Когда он ее забирал Вот Вот знаете У нас еще Даже все говорили Боже мой Какой красивый мужчина И берет таких детей И вообще Добазавельевна Она старалась отдавать За границу Детей Что с физическими С такой патологией Потому что у нас Им действительно Не могли помочь А вот он просто Вот он пришел Она спала В этот день Они должны были улетать Он долго жил Потому что Оформляются документы Это все не так просто И он когда пришел Вот я работала И говорю Она спит Он говорит Слыпин Значит Ну подождем И я с ним разговаривала Вы знаете Ну я просто вот восхищалась Я потом всем рассказывала Какие это люди Он сказал Вообще Ну мы были им очень благодарны Они ну просто необыкновенные люди У нас таких людей Правда не было У них было двое своих детей Он был чертежником В Балтиморе И он приехал За 3-9 земель Взять русских Вот таких детишек А Танечка сразу пошла К нему на руки Когда проснула Вот когда Она проснулась Я потом ее ему вынесла И она Вообще Она чужих людей Не любила Она ну Нас как-то Мы работали с ней И она Ну а кто-нибудь зайдет Другой Врачи там например Кто редко приходит Она всегда так Как-то вот не очень А тут она к нему Сразу пошла Честное слово И он пришел Он такой Что-то стал ей говорить Принес красивую одежду Стал ее одевать И вот мы Все провожали его Мы были В общем я хочу сказать Им огромное спасибо Ну это же Это же просто Мы как раз Видим дом Американский новый дом Джессики Тани Кирилловой И говорим Все огромное спасибо Ее американским родителям Елена Григорьевна Я хотела просто Комментарий Для наших зрителей По российскому законодательству Усыновление за границу Возможно только в случае Если ребенок нездоров Так Да Так устроен Наше российское законодательство Поэтому Иностранцы Вот берут тех детей Которые Вот мы не можем Здесь вылечить Или здесь Они не находят родителей Давайте послушаем Саму Джессику Лонг Я очень рада Что имею такую милую И большую семью Мы очень дружные И счастливые Меня радует Что моя младшая сестра Всегда ходит болеть за меня Почти на все соревнования Тим Вы хотели что-то сказать Да Просто я не знаю Я уже был на этой программе И мы обсуждали Смерть Рабенка Усыновлен В Америке И он вообще Не был инвалид И он младше Как сказать Сегодня мы говорим О другой истории Ну да Но поэтому Я думаю Что они могут Усыновать Детей Которые здоровые Даже знаю Людей в Америке Которые усыновали Русских детей Которые вообще Нормальные Поэтому я не знаю О чем вы говорите Что они все инвалиды А уважаемый депутат Говорит о коррупции О коррупционных схемах По которым Усыновляются Здоровые дети За хорошие Это сказать Откаты Вы понимаете Русский язык Хорошо Он замечательно Понимает русский язык И замечательно На нем говорит Мы продолжим Этот разговор А пока Вот о чем Когда американская Семья Джессики Лонг Узнала Что ее Русские родители Нашлись Они стали Отгораживать Дочь Буквально Ото всех Так это Они боятся Этой встречи Или сама Джессика Избегает встречи Со своими Русскими Родственниками Узнаем совсем скоро В прямом эфире Сегодня в прямом эфире Настоящая история Джессики Лонг В нашей программе Подлинные документы Подтверждающие родство Джессики С русскими Родственниками И исповедь ее Родного отца И ответ Самой Джессики Готова ли она Увидеться Со своими Русскими Родственниками Сейчас на прямой связи Соединенные Штаты И тренер Джессики Лонг Андрю Баранко Андрю Я надеюсь Вы сейчас Нас услышите Пока Налаживают связь Мы видим Что режиссеры Помогают Надевают наушники Я надеюсь Что Эндрю Нас слышит Пока К сожалению Эндрю Вы нас слышите Пока К сожалению Нет Как только Эндрю Будет готов Ответить нам Мы с ним Обязательно Поговорим А вот Мы сейчас Уже Видим Что Эндрю Готов К разговору Я готов Скажите Пожалуйста Эндрю Сколько лет Было Джессики Когда вы С ней Познакомились И когда вы Начали ее Тренировать Она Ей было 10 лет 10 лет Я начал Тренировать Скажите Пожалуйста Так это Именно Вы Получается Разглядели В ней Талант Спортсменки И она Безусловно Очень талантливая Она была Талантливая Своего Юного Возраста И Безусловно Мы выбрали Плавание Она была Самая Молодая Член Паралимпийской Сборной По плаванию В интервью Она Называет Себя Русалочкой Вы Слышали Такое Прозвище Кто Отдал Его Ей Русалочка Нет Не слышал Не слышал Я только знаю Что она Очень любит Плавать И она Очень любит Свой стиль Которым Она плавает Но Воду Бассейн Она Называет Своим Вторым Домом Да Она Очень много Времени Проводит В воде И я могу Сказать Что это Действительно Второй Дом Эндрю Скажите Пожалуйста А вы Слышали Что у Джессики Русские Корни Вообще Вот эту Историю Вы Знаете О ней Да Я знаю Что ее Удочерили Из России Я это Знал Но К сожалению Я больше Ничего Не знаю Никаких Подробностей Эндрю У нас В студии Находится Родная Сестра Джессики И ее Отец Олег Настя Вы можете Передать Через Эндрю Какие-то слова Сестре Дочери Можно его Просто Андрей Называть Не Эндрю А Андрей Андрей Я Я очень Тебя Прошу Передай Большое Тане Привет Я Очень Рада Что Она Нас Нашла Если Она В дальнейшем Хочет С нами Общаться Мы Будем Аплодис как-то вот их знакомить. Потому что случаев установления много. Просто я лично знаю с армейских ребят, американцев, которые занимаются спортом, завоевывают медали, чемпионы. Их пока русских родителей никто не ищет. Значит, я думаю, это будет не первая передача. Или не первая, но не последняя. Вы знаете, на самом деле можно говорить, конечно, о том, что если бы не была Джессика чемпионкой всевозможных медалей у нее не было бы очень много. Она их, кстати, хранит в корзине, в такой ее родители. И там все медали лежат. Может быть, конечно, никто и не узнал бы. Но я вам покажу еще одну героиню. Вот эту девочку замечательную. Люба Казарина. Она пока не паралимпийская чемпионка. Но, тем не менее, она кандидат в паралимпийскую сборную. Ее приемная мама. Здравствуйте. Спасибо, что вы снова к нам пришли в эту студию. Когда объявили, что Люба делает успехи в спорте, вы знаете, нашлась ее родная мама. Неожиданно. Сразу же. Вот именно это я хотела вам сказать. Что как только будет успехи у человека, появятся родные родители. Тут же. Люба, может, ты нам ответишь за Джессику. Вот как ты чувствуешь? Ты бы хотела встретиться со своей родной мамой? Нет. Я с ней даже не общаюсь. Хотя мы живем в одном городе. И я как бы не хочу не иметь с ней никаких контактов. Но так или иначе претендует мама, родная биологическая мама, на Любу. Елена. Она не против ее воспитывать. Получила, назад восстановилась в родительских правах. Но ребенка воспитывать она не собирается, не забирает. У нее появилась другая дочечка, которой она целиком полностью занята. И не приехала на передачу из-за этого. Не оставляет ее. И понимает, что труд по воспитанию Любочки не соизмерим с воспитанием той маленькой Даши, которой ей сейчас расходят наши семьи. Спасибо большое. Есть только разница. Очень большая в этих двух историях. В случае с Любой искать ее начала мама. Именно после того, как Люба начала делать успехи в спорте. В случае Джессики Джессика сама захотела найти свою русскую семью. Потому что американские родители никогда не скрывали от своего приемного ребенка, что она не родная их дочь. И все время говорили ей, что в России у нее есть семья. Давайте дадим слово самой Джессике. Хочу рассказать ей о своих успехах. И сказать, она приняла правильное решение, когда отдала меня в детдом. Сейчас у меня прекрасная семья, которую я очень люблю. А мама отдала меня только потому, что была еще маленькой. Всего-то 16 лет. Олег, буквально я вам даю 30 секунд на то, чтобы вы как-то собрались и сказали слова своей дочери. Готовы сделать это прямо сейчас? Или вам нужно время? Я тогда сейчас вот к Альберту обращусь. Альберт, на ваш взгляд, невероятная история? Вот мне лично, она кажется невероятной. Вся эта история с Джессикой. Знаете, у меня особо слов нет, и поэтому мне сложно судить. Тут много за и против. То есть, это, в принципе, решение родителей, потому что все-таки я знаю, что такое город Братск, и как там жить. Братск был, ПК, экология, в общем, там всякое может приключиться. Ну, и если бы у Джессики все-таки шанс появился какой-то. У нас в России как бы медикам не хватает на здоровых людей времени, а тут как бы с инвалидами вообще они ничем не занимаются. Последние минуты эфира. Олег, вы можете обратиться к своей дочери. Ну, я, конечно, рад, что она нашлась. Я, конечно, рад за нее. Горжусь этим. Ну, и, конечно, хотел бы я встретиться. Я просто хочу, чтобы Настя, может быть, тоже присоединилась и напрямую что-то сказала. Буквально полминуты есть у тебя, Настя. Я тоже очень рада, что она нашлась. Танечка. Тоже очень горда за нее, что у меня такая сестричка, что вот она вот всего добилась. Я, конечно же, очень хочу, если честно, с ней встретиться. Михаил, можно я скажу? Очень коротко, Диана, 10 секунд буквально. я раз сюда приехала, я скажу. Слава Богу, что девочке повезло, и у нее сейчас вот такая ситуация, такая судьба. Осуждать я маму не хочу, да и оправдать не могу. Спасибо большое, Маш. Готова оправдать, осудить 10 секунд? Мне просто хочется поддержать и вот в общем-то родителей Олега, девочки, и видно, что никто на вас нападать не собирался и не хочет, это действительно. Видно, что в этой семье есть любовь, но это как раз тот случай, история Джессики, когда не было бы счастья, да несчастье подмогло. Замечательные слова и, кстати, по поводу любви. После возвращения из Лондона Джессика Лонг написала в социальных сетях «До свидания, Лондон, здравствуй, Мэриленд». А следом разместила фотографию домашних кексов и подпись «Я обожаю, когда моя мама готовит». В ответ ее отец, Стивен Лонг, написал «Оставьте мне чуть-чуть». Я очень надеюсь, что когда-нибудь Джессика Лонг попробует пирожки, которые ей приготовит ее русская мама Наталья. До встречи в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ